Всем привет! С вами мистер вселенная Алексей Ницесан. И всегда приятно говорить о людях и говорить с людьми, которые любовь к спорту, любовь к фитнесу, к тренажерному залу, к бодибилдингу провели через всю свою жизнь. И вот я вспоминаю 1990 год, самые-самые первые соревнования у нас в городе. Тогда собралось столько зрителей, что ДК Держинского у нас в городе просто не уместил всех желающих. И люди сидели в проходах, балконы были переполнены, стульчики ставили. Вот эти были самые первые соревнования. И тогда кучка организаторов собралась. И вот среди этих организаторов был вот этот человек, Елена Пилипей. Она фанатка бодибилдинга, фанатка силовых видов спорта. Тогда она занималась очень серьезно и продолжает, вот уже сколько лет прошло, продолжает, продолжает заниматься сейчас серьезно. Практически не пропускает ни одной тренировки. Поэтому, да, я думаю, Елечка, поздоровайтесь с нашими зрителями. Здравствуйте, дорогие зрители. Очень приятно находиться рядом с таким человеком, с которым мы столько лет вместе в одном спортзале. Я прихожу сюда заниматься своим самым любимым делом, которое я принесла через всю жизнь. Действительно, правильно, спорт в моей жизни – это основа всего, основа моего бытия. Я вас оставляю с ней наедине. Она покажет вам и упражнения, и расскажет о диете, ну и вообще о спортивной жизни. Да? Поехали. Поехали. Это философия жизни. Это смысл моей жизни. То есть, как еще говорил Платон, душа и тело едины. Если бы здесь заниматься только спортом и не заниматься своей душой, то тогда смысла вообще нет никакого в здоровье. Потому что основа всего, что мы желаем друг другу в празднике, мы желаем здоровья. На чем зиждется здоровье? Здоровье зиждется на том, чтобы у вас всегда было. Это хорошее настроение, ну, по возможности. И от этого будет ваше физическое настроение и ваше физическое состояние. Сегодня я буду делать упражнения на переднюю, заднюю поверхность бедра и на ягодичную. То, что необходимо девочкам иметь ножки стройные и хорошую пятую точку, упругую и подтянутую. Подходим, делаем первый разминочный подход. Значит, делаю я пять подходов. Первая разминочность и четыре рабочих. С тем весом, который на сегодняшний день, по ему состоянию, приемлем для меня лично. Вот когда приходишь в спортзал, в тренажерный, то как раз это и делаешь. Придешь немножко в упаднишке, сил нет, пробежишь 20 минут на беговой дорожке и чувствуешь, что как-то жизнь налаживается. А когда подходишь уже к тренажерам и садишься под штангу, то вообще становится хорошо. И в конце тренировки, через два часа ты выходишь счастливый, довольный. Эндорфины. Хочется жить. Понимаете, смысл в том, что хочется жить. Потому что вся жизнь это как дипломная работа. Есть цель. Какая у нас цель? Обычно у нас цель что? Ну, прежде всего я сказала здоровье. Во-вторых, самое главное, нужно средство для достижения этого цели. То есть семья, дети, работа хорошая, зарабатывание денег, езда на машине. То есть нужно ухватить все и наслаждаться этим. Потому что самое главное, надо быть у меня счастливым. А для этого нужно хорошее иметь и физическое, и психическое здоровье. Сразу после передней поверхности бедра мы работаем заднюю поверхность бедра. Мы делаем суперсет и переходим на заднюю поверхность бедра. Стою рано, полседьмого. После чего получасовая зарядка, контрастный душ, а дальше дело не дел. Когда дела закончены, я прихожу в спортзал 3-4 раза в неделю. И здесь уже гружу свои мышцы, потому что иначе без отяжеления суставные жить они не смогут. Мне хорошо. Я выхожу отсюда, я получаю удовлетворение от того, что я чувствую свою силу. То есть все плохое оставляю там. И вот так вот у меня. А в остальные дни я зимой на лыжах, летом я в бассейне. Мы прорабатываем переднюю и ягодичную поверхности бедра. Для чего мы делаем приседания? Ну, раньше я эти приседания сделала со штангой 20 килограмм. А общий присед у меня составлял 50 килограмм. При весе 56. А сейчас я просто буду приседать без всего, но добивая мышечную нагрузку на переднюю и заднюю поверхность обычными приседаниями. Также 4 подхода. И жизнь отличная. У меня полноценная семья, муж, сын, собака, кот, машина, дача в норовчате, сама я родом с норовчат. Поэтому все, я чувствую себя отлично. Я чувствую себя самореализованным. Вполне, понимаете, полноценным человеком, который получил сам, сделал себя сам, сделал семью сам. То есть я к чему разговор веду? Не надо ждать милости от природы и от большого кошелька. Надо просто стараться, трудиться. И если что-то ты желаешь для себя, то прикладывай к этому свои усилия и никогда не ропщи. Сейчас мы работаем с заднюю поверхность бедра и ягодичную. 4 подхода на 15 раз, можно и на 20 по самочувствии. Продолжение следует... Девочки, женщины, мальчики, мужчины, не завидуйте никому. Вставайте, идите, боритесь. И самое интересное, что это доставит радость вам общения с самим собой. То есть быть самим собой для самого себя, это, наверное, дорогого стоит, потому что тебе просто интересно. Конечно, если взять большую тарелку, хорошую, разделить ее пополам, то половину этой тарелки у меня займут углеводы. А если вторую половинку, то чуть больше половинки у меня займут белки, остальное жиры. То есть я себе с утра не отказываю в кусочки сальца, очень полезного. Я не отказываю себе в жирной рыбе. Очень люблю, но в основном я ем паровое и вареное. Жареное и шашлыки я тоже ем, но для этого существуют праздники, иначе они не станут праздниками, если это делать каждый день. Это называется заедать своей неудачей, когда человек каждый день хочет что-то вкусного и себя порадовать именно еду. Ну, я надеюсь, вы пообщались сегодня с этой прекрасной женщиной, с этой мудрой женщиной. Набрались опыта и очень много нового узнали. Ну, а пока, пока. Пока. Леш, какой ты высокий. Не, я на кубоках.